В этом сезоне уже встречались с Нижним Новгородом и уступили на своем стадионе. Сегодня тоже соперник достаточно плотно играл, но смогли победить. Твои впечатления от игры? Игра такая была жесткая. Они очень хорошо оборонялись, долго не могли мы вскрыть оборону. Удачно все произошло под конец тайма, пенальти. Дальше уже было легче, потому что соперник начал раскрываться и мы комбинировали, нашу побоу играли. Видел в том эпизоде, что мяч в руку попал, даже не стал апеллировать к арбитру? Нет, там получилось, что в одной фазе атаки я два раза принял участие. Сначала грудь мне хорошо отдал, я там не забил в дальний угол, когда бил. И обратно, точнее, выбил мне мяч, я его принял грудью, начал пытаться обыграть, подать. И настолько близко было, что даже не увидел, что на мяч в руку попал. То есть был утеплен, но хорошо вышел. Во втором тайме игра была острее, спокойно довели матч до победы. Что изменилось после перерыва? После перерыва то, что начали играть более разнообразно, через центры, через фланги и много ударов. И, то есть, вот вышли игроки, на замену тоже усилили. Динамо в четвертьфинале. С кем бы хотел сыграть на этой стадии? Я думаю, не важно, потому что на разные стадии может попасться сильная команда. Поэтому, как фортуна благоволит. Начали год с двух побед, 3-0. Добавляет ли это уверенности перед матчем со Спартаком? Да, безусловно, добавляет уверенности. Все почувствовали вкус победы. Вот. Еще, ну, через четыре дня мы считали. Полно до матча. Вот. И хорошо почувствовали свое поле. Я думаю, да, это скажет сюрплюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok